здравствуйте дорогие товарищи вы смотрите канал на ютюбе спорим врут мы ищем правду зовут меня влад серов и сегодня в выпуске илон маск пережил очередной рейдерский налет еврокомиссии которая пыталась заткнуть его twitter но пока нагнуть самого богатого человека в мире не получается может тебе дать еще ключ от квартиры где деньги лежат ну что спорим что это правда или не совсем ой не лги царю лжешь рубрика их нравы еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка тьери бретон направил владельцу соцсети x бывший твиттер илону маску письмо с уведомлением о том что еврокомиссия усмотрела признаки распространения группами пользователей x дезинформации и призвала маска отреагировать на это письмо в течение 24 часов сообщил во вторник телеканал cnbc письмо выдержанное в жестком командном тоне было направлено после того как многочисленные исследователи новостные организации и другие группы задокументировали якобы рост объема вводящего в заблуждение ложного и сомнительного контента выносящего путаницу в информацию о текущем конфликте между палестинцами и израильтянами в публикации евроньюз письмо бретона вообще была названа ультиматумом напомним что запрещенная в россии x наряду с экстремистской мета и google попали под определение очень больших онлайн-платформ в ес к таким платформам в соответствии с недавно принятым законом десей предъявляются повышенные требования вопросе распространения дезинформации что считать дезинформации а что нет решает регулятор есть здесь все от меня зависит каким же враньем оказались все рассказы про свободу слова на западе раньше нам вещали что главный принцип западной свободы слова это каждая отдельная сми может быть предвзятым но когда свобода слова есть у всех и представлены все точки зрения то вместе они создают объективную картину реальности а что оказалось под крики о том что чем меньше представлена точка зрения россии тем больше свободы слова в этом мире они закрыли арти кричал кстати международный союз журналистов как же это было демократично потом гонять юридические лица им показалось скучным занятием и они начали преследовать уже живых людей было объявлено в европе что у российских отдельных журналистов а даже не целых сми не только нет никакого статуса который делал бы неприкосновенными а дескать даже наоборот простые то люди на сми не работают а вот российские журналисты пашут на кремлевскую пропаганду и поэтому ничего мол вообще заикаться им о безопасности и каком-то там статусе а потом вообще настал апофеоз европейцам показалось мало затыкать сми которые могли что-то сказать людям так они решили еще и самих людей тоже заткнуть установили цензуру в соцсетях и собственно их претензии к маску в том и заключается что он не больно то эту цензуру соблюдает кто бы мог подумать что мы докатимся до времен когда в европе будут гнобить какой-то сми не за то что в нем слишком много цензуры а за то что ее слишком мало ну и нравы в этом научном кооперативе но илон маск тоже не лыком шит он уже дал ответ наша политика такова что все является открытым источником и все прозрачно подход который вроде бы насколько мне известно есть тоже поддерживает пожалуйста перечислите нарушения на которые вы ссылаетесь в x чтобы общественность могла их увидеть то есть давайте покажите что вы там считаете дезинформации и весь мир сразу поймет чтобы просто хотите цензуры в свою пользу тут конечно нашла коса на камень запретить американского олигарха да еще к тому же одного из богатейших людей мира эта задача не простая даже для ес все-таки ручки коротковаты но поразительно то как велико у европы желание это сделать как они этого уже совсем не стесняются а главное как спокойно и даже радостно это хавает европейский people воистину ребята сами жаждут диктатуры а что вы думаете об этом пишите в комментариях ставьте лайки и до скорой встречи наговаривайте на нашу семью грех это друзья ставьте лайки подписывайтесь и уже завтра новый выпуск на нашем канале не пропустите а